Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем видеокурс, посвященный обновленной линейке контроллеров SPK 1XX. И сегодня поговорим о использовании в визуализации исторических графиков или так называемых трендов. Тренды позволяют сохранять информацию об изменении технологических параметров и предоставлять ее оператору в удобной наглядной форме. В отличие от элемента трассировка, с помощью тренда оператор может просматривать историю изменения значений параметров. Перейдем к среде QD-SYS. Пропустим процесс создания проекта и сразу займемся его редактированием. Создадим две переменные в программе PLC-PRG, которые будем отображать на тренде. R-Temp, которая характеризует температуру, и R-Pressure, которая характеризует давление. Обе переменные имеют T-Pril, значение с плавающей точкой. Чтобы было проще менять значения переменных, выведем их на визуализацию. Отображать значения переменных будем с помощью прямоугольников. Добавим первый прямоугольник. В поле тексты укажем %2F и поставим градусы Цельсия. А в поле текстовые переменные зададим переменную R-Temp из основной программы. Добавим второй прямоугольник. В поле тексты укажем %2F кПа, а в поле текстовые переменные зададим переменную R-Pressure. Для задания значения температуры и давления воспользуемся элементом бегунок. Добавим первый бегунок. В его настройках укажем переменную температуры и зададим диапазон шкалы. Укажем начало шкалы 0, а конец шкалы 50. Таким образом, бегунком сможем задавать значения температуры в пределах от 0 до 50. Добавляем второй бегунок, свяжем его с переменной давления, а пределы зададим от 0 до 12. Теперь приступим к настройке тренда. На панели инструментов перейдем во вкладку «Специальные элементы управления» и перетащим на экран элемент Trend. После этого автоматически откроется окно настройки тренда. В первую очередь следует выбрать задачу, с которой будет связан элемент. Обратим внимание, что при добавлении тренда в проекте автоматически создалась задача Trend Recording Task. К ней мы и привяжем наш тренд. Далее нажмем на кнопку «Сохранение». В открывшемся окне укажем период сохранения данных тренда. По умолчанию данные сохраняются раз в секунду и не рекомендуется уменьшать данные значения. Это может привести к снижению быстродействия визуализации. Также следует выбрать ограничение на размер файла тренда. Давайте увеличим максимальное значение до 64 МБ. Нажмем «Ок», чтобы закрыть окно настроек. Если мы захотим к нему вернуться, то это можно сделать через компонент Trend Recording Manager в дереве проекта. Отметим, что этот компонент был создан автоматически при добавлении тренда в визуализацию. Нажмем на элемент правой кнопкой мыши и выберем команду «Параметры отображения тренда». Это позволит настроить нам внешний вид элемента. Настройки оси Х и фона элемента оставим по умолчанию. Давайте вспомним. Мы планируем отображать на тренде две переменные с разными диапазонами. В рамках одной системы координат это будет не очень удобно, потому что тренд будет растягиваться по вертикали, чтобы отобразить и очень маленькие, и очень большие значения. Чтобы избежать этого, добавим на тренд еще одну ось Y. У каждой оси должно быть уникальное описание. Для одной оси зададим описание темп и фиксированный диапазон от 0 до 50, а для второй описание прэша и диапазон от 0 до 12. Напомним, такие же диапазоны мы чуть ранее указали в ползунках. Теперь вернемся в настройки тренда и добавим переменные, которые будут на нем отображаться. Нажмем кнопку «Добавить переменную» и выберем переменную R-Temp и укажем для нее соответствующую ось Y. Также можно задать цвет пера данной переменной, его толщину, тип линий и так далее. В нашем примере мы оставим все настройки по умолчанию, кроме толщины и пера, ее укажем равной 3 пикселям, а также создадим синий цвет. В поле описания можно ввести текст, который будет отображаться в легенде тренда. Введем подпись «Температура» на английском языке и снимем галочку с поля «Имя перемен», чтобы оно не отображалось в легенде. С помощью предупреждений можно менять цвет пера при выходе за верхнюю или нижнюю границу. Зададим нижнюю границу 10 градусов, а верхнюю границу 40 градусов. Цвет пера в этих ситуациях выберем красный. Таким образом, если температура не будет выходить за указанные пределы, то график будет отображаться синим цветом. А если значение температуры будет ниже 10 градусов или выше 40, цвет графика изменится на красный. Нажимаем на кнопку «Добавить переменную еще раз» и указываем переменную «Airpressure». Для нее выбираем соответствующую ось «Y». В настройках пера задаем толщину в 4 пикселя и задаем цвет пера зеленый. В поле «Описание» задаем подпись «Давление» на английском языке. На этом настройка тренда завершена. Последнее, что осталось, добавить элементы управления трендом. Нажмем на тренд правой кнопкой мыши и выберем соответствующую команду. В результате на визуализацию автоматически будут добавлены дополнительные элементы. В элементе выбора интервала дат очистим параметр шкалы, чтобы метки времени элемента не дублировали метки времени самого тренда. Подвинем элементы, чтобы удобно разместить их на экране. На этом создание проекта завершено. Загрузим его в контроллер и запустим. Изменим значение переменных с помощью ползунков. Мы видим, что начальное значение температуры 0 градусов. И график отображается красным цветом до тех пор, пока значение не дойдет до 10 градусов. При переходе через отметку 10 градусов график отображается уже синим цветом. При дальнейшем повышении температуры график станет красным при превышении значения 40 градусов. Теперь подвинем ползунок давления. Для давления мы не задавали аварийных диапазонов, поэтому график всегда отображается зеленым цветом. Для просмотра истории следует воспользоваться полосой прокрутки. Немного отмотаем ее назад. Для возвращения к просмотру текущих значений следует нажать кнопку Forward. Менять отображаемый на тренде отрезок времени можно с помощью соответствующих кнопок. Выберем в селекторе времени диапазон 10 минут. Напоследок отметим, что тренд сохраняется в контроле в формате базы данных SQLite. При необходимости файл можно выгрузить и открыть на ПК в специализированном программном обеспечении. Но в большинстве случаев будет удобнее архивировать переменные тренды в формате CSV с помощью компонента OvenArchiver. Как это сделать, мы рассказали в одном из предыдущих видео. На этом мы завершаем видео о настройке исторических графиков. Спасибо за внимание и всегда будьте в тренде! Подписывайтесь на канал! Продолжение следует...